Михаил Фролов рассчитывает, что его бывший друг согласится на досудебную компенсацию. Илья Костин утверждает, что здоровье его сына стоит гораздо дороже, чем считает Михаил. Наталья Фролова, жена Михаила, собирается раскрыть шокирующую семейную тайну. Пожалуйста. Илья, мы с тобой знакомы уже 18 лет и учились вместе в институте. И вообще до этой ситуации, когда мы дружили семьями, в общем, я предлагаю компенсацию на лечение твоего сына в размере 150 тысяч рублей. Это не маленькие деньги, согласись. А что с сыном? Поясню. Три месяца назад мой сын Сергей и Коля, сын Ильи, друзья, они пошли на футбольный матч. Причем Коля болеет за одну команду, Сергей за другую. Выиграла команда Николая, он начал подзуживать моего сына. Завязалась драка, ну, сами понимаете, ну, все бывает. Коля Сергею глаз подбил, но Сергей же тоже не будет молчать, ну. И, получается, ну, не рассчитал силы, ударил так, что Коля упал, и черепно-мозговая травма. Ну, всякое бывает, сами понимаете. То есть мальчишки подрались после футбольного матча, потому что выиграли команды, не та команда, за которую болел ваш сын. Конечно, да, я все понимаю, но поймите, что и Сергей мой тоже очень сильно пострадал, потому что на нем теперь будет клеймо преступника висеть. А дело в узеле на него уголовное? А черепно-мозговая травма серьезная? В общем, я знал, чтобы дело не дошло до суда, что если Илья согласится принять компенсацию, то мы урегулируем это. В общем, я не знал, что так... То есть вы хотите примириться? Да. Мы хотим договориться с Ильей, чтобы он принял 150 тысяч рублей в качестве компенсации за лечение твоего сына. Так, а сейчас сам Сергей где? На него завели уголовное дело. И что, он под домашним арестом? Вот, пожалуйста, документы, да. Под домашним арестом сидит. Ага, 112 статья. Понятно. Да, 112 статья. Так. Ему грозит до трех лет лишения свободы. До трех лет лишения свободы, совершенно верно. И вы предлагаете в качестве компенсации за причиненный здоровью вред сколько? Совершенно верно. 150 тысяч рублей. 150 тысяч рублей. Это ваше предложение. Как к такому предложению относится Илья Павлович? Нет, я не согласен. Какие 150 тысяч рублей? Если ты мне, Михаил, 300 тысяч заплатишь, тогда, может быть, наша семья согласится. Мой Коля сильно пострадал. Илья Павлович, да, как пострадал? О чем идет речь? Какие травмы были нанесены, чтобы как-то оценить сумму? В последнее время мой сын столжался, что у него какие-то головные боли, падает зрение. И не то, что это говорит Михаил к сотрясению мозга. Мы обратились к специалисту, пошли к врачу. Врач сделал анализы и указал, что у него отслоение сетчатки левого глаза. Пришел сделать операцию. Из-за этой травмы, да? Да. Которую Сергей нанес. Так. Можно я взгляну на медицинские документы? Угу. Отслоение сетчатки левого глаза. Ну, на этом наши обеды не закончились. Сын опять начал жаловаться. У него проблемы с правым глазом начались. Мы опять, врач, сделал заявление, что у нас есть отслоение правого глаза с той же самой сетчаткой. Опять операция? Это оперативно можно, да, исправить? Да можно. Мы сделали операцию, но это хорошо, что бесплатно по ОМС. По ОМС. Так. Да. И? Почему 300 тысяч? Вот почему 300 тысяч? Понимаете? Я так понимаю, операция бесплатная. Лечение все было бесплатно. 300 тысяч что это? Это моральный вред, который ваш ребенок понес, да? Понимаете, мой сын с детства мечтал стать IT-специалистом. Мы думали, закончит Коля школу, пойдет в институт, выучится, обретет свою любимую профессию. И что теперь? Даже не знаю, как он ЭГЭ закончит, потому что у него проблемы. Он не может даже часу просидеть за компьютером. Подожди, подожди, послушай. Ну, ты мне, между прочим, еще до этой трагедии жаловался на сына. Простите, ну, Коля тоже как бы он не отличник, далеко не отличник просто, понимаете? И мой сын, между прочим, его вытягивал. И он жаловался, ты или я жаловался мне, что у тебя сын плохо учится, и вообще непонятно, как он ЕГЭ будет сдавать. Какие 300 тысяч? Что ты, Миша, говоришь, он жаловался, он нормально учится. Да какое нормально? Мы с женой, мы с женой наняли репетизоров, и теперь они к нам приходят домой. А это знаешь сколько? Это 2000, каждый репетизор, математика, физика, геометрия, а лекарства? Ты знаешь, сколько денег на лекарства уходит? Посмотри, что. Подождите, ну вы сами понимаете, сейчас, получается, ты, Илья, собираешься за мой счет подтянуть своего сына, понимаете, который и так плохо учился. Илья, а вы как-то неуспеваемость сына связываете с полученной травмой? Да, у него большие проблемы, он не может часу за компьютером посидеть. Я не знаю, как мы с обучением. Мы сдадим ЕГЭ, я просто не знаю. А кто-то установил эту связь, то, что вот у него сейчас проблемы именно из-за того, что он получил черепно-мозговую травму. Ну, я так понимаю, там сотрясение было? Ну, черепно-мозговое. Да, что если сотрясение, у него большие осложнения. Вот посмотрите, что врач заявил. Ну, сотрясение мозга, ну, тут не написано о том, что из-за этого у него... Серьезно, знаете, что вообще-то 300 тысяч для меня это очень... Внимание он не может сосредоточить. Я ведь очень прошу, пожалуйста, согласись на наши условия. Дело в том, Дмитрий, что за несколько дней до данного мероприятия, то есть сегодняшнего мирового соглашения, мы с Сергеем и с Михаилом, с моим мужем и сыном, сходили в биолабораторию и получили заключение молекулярно-генетической экспертизы. Я бы хотела его представить. Это заключение говорит о том, что Михаил не является отцом для Сергея. Ознакомься, пожалуйста, Илья. А кто является отцом? Я сейчас вам поясню. Дело в том, что, Дмитрий, мы очень давно дружим все с институтских времен. Я любила Илью. Когда мне было 20 лет, я хотела выйти за него замуж. Но Илья сказал мне честно, что он на мне не женится, потому что я из бедной семьи. Ну, без подробностей. Ну, Миш, это важно. Тогда мне сделал предложение Михаил. Я согласилась. Михаила я любила, но накануне свадьбы у нас с Ильей была связь. То есть мы с ним провели ночь вместе и тогда не предохранялись. Поэтому я уверена на сто процентов, Илья, что это твой сын, что ты сейчас предъявляешь иск, по сути, к собственному сыну. Понимаешь? Я очень тебя прошу, пойди навстречу к нам. Мы хотим, чтобы обе стороны получили, и твоя сторона, компенсацию, чтобы наш сын не сел в тюрьму. Я прекрасно знаю твои гены. Сергей и Николай, получается, братья. Единокровная, да? По отцу. Так, интересно. Просто сейчас объясню вам еще один момент. Вы говорите, вы будете платить компенсацию. Илья хочет получить эту компенсацию себе. Вот, чтобы вы понимали, на компенсацию право имеет Николай, как потерпевший, ваш сын. Просто вы сейчас здесь находитесь, как его законный представитель. И выплачивать компенсацию должен Сергей, как виновное лицо. А его родители здесь сейчас находятся только потому, что они тоже законные представители, а Сережа под домашним арестом не может выйти из дома. То есть это вообще взаимоотношения Сергея и Николая. Просто у Сергея нет денег, поэтому родители готовы выплатить за него компенсацию. А вы, Илья, как отец, в принципе, на нее права не имеете. На эту компенсацию имеет право Коля. И вот мне просто интересно, когда Коля узнает, что его лучший друг в итоге оказался его единокровным братом, захочет ли он вообще какую-то там требовать компенсацию, чтобы наказали его брата, или он просто вот отчасти обомлеет и скажет, ну вообще тогда какие претензии. Слушайте, ну подрались два парня. Ну, операции вам сделали бесплатно. Но сотрясение мозга, извините, такая тяжелая травма. И вам еще мало того, Николай скажет, папа, в своем ли ты уме своему сыну, получается, родному, испортить жизнь сейчас в 16 лет судимостью за нанесение вреда здоровью? Вот вам что надо обсуждать, честно говоря, а не 150 и 300 тысяч. Здесь моральный у вас аспект. Вы готовы сейчас своему ребенку... Ну да, вы сейчас узнали, что это возможно, скорее всего, это ваш сын. Вы готовы вообще испортить жизнь ему за это? Далее в программе. Все справедливо. Любящий внук так и поступит, а у тебя сердца нет, как у твоей мембры. Смогут ли родные братья договориться о разделе наследства бабушки? И зачем один из них запустил прах покойницы на орбиту планеты Земля? Он говорит, чтобы яблони убрать с вашего участка, чтобы пчелы не летали. Почему я их должна? Почему я должна отсюда переезжать? Убер, это... Какого черта? Мужчина разводил пчел на протяжении десятилетий, соблюдая все требования. Почему же его соседка требует, чтобы он немедленно убрал ульи со своего участка? Еще раз говорю, компенсацию должен получать Николай, а не вы. А вот Николай как к этому отнесется? Большой вопрос. Это еще большой вопрос, да. То, что Михаил не сын, не отец ребенка, это еще не означает, что отец я. А кто еще, извините меня? Илья. Ну хорошо. Наташа, у тебя тоже могли быть доброчные связи. Не надо мне сейчас об этом говорить. Какие связи? Ну Илья, а если сейчас Наталья пойдет в суд, а сборит отцовство Михаила и установит отцовство ваше? Ну она бы не стала об этом здесь говорить, если бы не была уверена. Ну правда, что ж она тут блефует, что ли, вы думаете? Женщина всегда знает. Да, конечно. Я меньше чем 250 тысяч вообще не согласен. Кто отец и ее ребенок? Послушайте, хорошо. Если Илья согласен на 250 тысяч, я понимаю, Сергей все равно, как у меня родной сын, всю жизнь его воспитывал. Другого сына у меня нет, еще, скорее всего, не будет. Хорошо, если, Илья, ты согласишься на 250 тысяч, ну, хорошо, я согласен. Илья, соглашайся. Да, и если ты подпишешь необходимые бумаги, что ты соглашаешься именно на эту сумму. Я хорошо так уж и быть. Соглашусь. В принципе, если речь идет о 250 тысяч, я согласен принять это предложение. Ну, если одна сторона готова выплатить 250, вторая сторона готова принять, я думаю, что это правильное решение. По крайней мере, разрешить этот конфликт, не портить дальнейшую жизнь Сергея, чтобы у него была судимость. Напишите заявление от имени Николая. Николай, пусть она пишет на имя следователя о том, что примирились стороны, вред компенсирован, претензии больше не имеют, дело закроют. Но все-таки моральный аспект, я думаю, что дети должны знать об этом, о том, что они родные братья. Мне кажется, это укрепит их отношения. И вообще все разногласия морального плана здесь отпадут, если честно. Ну, я очень рад был вам помочь. Спасибо. Я очень рад, что вы договорились. Спасибо вам большое за участие. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Стороны договорились. Я не хотела рассказывать об этой тайне, но я сделаю все, чтобы спасти своего сына. Я считаю, Сергей все равно мой сын, как бы, и другого мне не надо. И моя задача просто заботиться о нем дальше. Я, честно говоря, в шоке от этой ситуации. Ну, я думаю, что воспитываю буду одного сына. Тут второй сын появляется. Ну, при первой возможности я сделаю свою экспертизу ДНГ. Эти люди пришли, чтобы договориться. В тюрьму я не хочу. Но обиды плюс темперамент... Такая, блядь, сволочь такая. Это правда, значит, оказывается. Все из-за тебя, из-за твоей любовницы. Ничего. Дмитрий Агрис и не таких мерил. Выпейте воды. Лучше вы, конечно, не воды, чем богатые. Смотрите «Мировое соглашение». С вами приятный медиа. С вами Туржан. На нашем телеканале. Ирина Короткова требует, чтобы ее сосед убрал со своего участка ульи. У ее сына аллергия на пчелиные укусы. И эта опасность смертельна. Однако Николай Закревский утверждает, что это не выход. Ведь пчел в деревне много, и ребенок все равно может пострадать. Какое же решение он готов предложить? Добрый день, Дмитрий. Произошла такая казусная ситуация. Год назад я купила в деревне домик. Небольшой домик, но сколько хватило посредством. Переехала туда с единственным сыном. Сыну 10 лет. Как зовут сына? Сына зовут Игорь. Игорь. Когда мы переезжали, мы не знали, что у меня будет такой сосед. Такой сосед очень любит, который пчел. Он держит пчел и не думает абсолютно ни о каких других людях, которые живут поблизости. Ага, то есть у Николая Ильича пчелы. Да. Разводят пчел. Представляете? Пасека своя, да? Да, там пара улифт. Во время проживания в этом доме мы выяснили, что у нас с сыном аллергия. На что? На укусы пчел. На укусы пчел? Да. И вот я прошу, просто требую, чтобы Николай Ильич, я прошу прощения за то, что я нервничаю. Ничего, не надо нервничать. Тут просто стоит вопрос о жизни моего единственного ребенка. Я просто требую, чтобы Николай Ильич убрал своих чертовых пчел. Ну сейчас, ага. Куда я их уберу? Из одной из баламошины только. Женщины. Ничего подобного. Когда мы переехали, был месяц Март, а покупала я зимой. И поэтому я знать не знала, что Николай держит пчел. Тем более была зима, и я никак не могла позволить себе идти по сугробам и смотреть, что у него там за забором. С Марта мы переехали в наш домик. Жили прекрасно до мая. До тех пор, пока его пчелы не начали на нас нападать. Ну ты же в деревню едешь, ты понимаешь, что тут соседи. По-любому они должны, как-то связь, как-то отношения. Нападать, прям нападали, они агрессивные. Они очень агрессивные. Да какие агрессивные, что их, а зверином? Вы понимаете, Дмитрий? Нормальные пчелы. Там, по-моему, породы какие-то, насколько я знаю. Там есть породы одни, более агрессивные, старые. Я там дед больше, в 50-х годах он пасеком увлекался. У меня там два улья всего осталось. Для нас сына все пчелы абсолютно одинаковые. Тем более мой ребенок до этого никогда в жизни не был в деревне. Мы пчел видели только исключительно на картинках и по телевизору. И поэтому мы не подозревали, что у нас аллергия на укусы пчел. Ну извините, вот пчелы есть, оказывается. Не знали, вот не знали. Вы городские не знаете. Даже если бы я знала, что у вас пчелы на тот момент, когда я покупала этот домик, я бы в любом случае купила. Так что ж вы приехали-то в деревню? Вы езжайте в город, там нет ваших пчел никаких. Давайте послушаем меня. Так вот, жили мы спокойно, радовались свежему воздуху. Но однажды одна злая пчела ужалила меня. У меня повысилось давление. Приехала скорая, поставила мне укол. Я не могла спать две ночи. Я пропустила работу. Но это еще не самое страшное. Выжила же. Выжила, конечно. Это не самое страшное. Дело не во мне. Пчела укусила в шею моего ребенка. И у него случился отек к венке. Вот, пожалуйста, справка. У него раздула шея до невероятных размеров. Да, это очень опасно. Он не мог дышать. Он просто начал задыхаться. Мне пришлось вызывать скорую. Его положили в реанимацию. Он лежал там три дня. Понимаете? Три дня в реанимации. Да, лежал три дня в реанимации. То есть очень сильная аллергическая реакция на укусы пчел, да? Да. Но пчелы, в принципе, где-то в деревенской местности, это, в принципе, естественно, бывают дикие пчелы, они тоже летают. А у вас только вот, у вас деревня-то вообще большая? Деревня у нас маленькая. Маленькая. Но самое интересное... А пчелы только у вас там, да, Николай Ильич? Нет, кроме меня еще четыре пасечника у нас есть. А, то есть вы не один занимаетесь разведением пчел? Ну да, конечно. Но ближайшие-то пчелы его, вы понимаете? У меня осталось всего два оля, всего две семейки, там, этих пчел. Я не для каких-то продаж там. Ну достаточно. Чисто для себя, так вот, мне интересно заниматься. Ирина, ну просто с такой серьезной аллергией, в принципе, наверное, вариант проживать за городом, ну там пчелы, там в любом случае пчелы есть, как и другие насекомые. Вы же понимаете, это живая природа, так сказать. Ну ему, наверное, проще убрать две этих семи. Тем более, что он не зависит никак от них материально. Он просто их держит для своей, знаете, для своего года. Я также могу завести, допустим, бультерьеров, выпустить их на свободу, без всяких ошейников, без всяких намордников, и пускай они кусаются. Нет, Ирина, не можете. Это не можете. Серьезная порода собак не может. Нет, вы тогда закон нарушите. Ну вот смотрите. В данном случае Николай Ильич, в принципе, закон не нарушает. Если по правилам содержатся эти два уля, если все по правилам, он закон не нарушает. А вот с бультерьерами другая история. Да, вы правы. Я обращалась к многие инстанции, особенно ветеринарные инстанции, они подтвердили, что у него все установлено по закону. Что никаких нарушений нет. Но есть такой пункт, что если пчелы влияют на жизнедеятельность соседей, если они ставят под угрозу жизнь соседей, то их можно убрать. Желательно в тот же час. Никаких не убрать. У меня дело в том, что в том-то и дело. У меня все по закону, все по правилам, все по стандарту. У меня ульи 4 метра от сабора. Николай Ильич, есть такие прецеденты, что по иску, это в судебном порядке делается, по иску соседей, если действительно есть риск здоровья и жизни, например, такая аллергия, как у Игоря и Ирины, что могут обязательно убрать, действительно могут. Но тогда придется убирать всех. Вам придется сходиться с половиной деревни. Они ближайшие, они ближайшие. Вы хотите просто, чтобы Николай Ильич убрал. Да, конечно. И вот еще справка о том, что у моего ребенка эта аллергия никаким образом не лечится. И с каждым разом может быть только хуже. Вплоть до летального исхода. Анафилактический шок и вплоть до летального исхода. Я не знаю, лечится, по-моему, не лечится аллергия. Лечится мой ребенок, которому 10 лет, который переехал в деревню, чтобы дышать свежим воздухом, чтобы он должен был играть на улице, развиваться. Вместо этого он сидит целый день дома. Он выходит вечером, глубоко вечером, когда его пчелки спят. Представляете, что может случиться с ребенком? Вы ехали из города сюда, в деревню, где люди уже уклад у людей, блин, сложно, десятки лет там живут. Я вам еще раз говорю, услышьте меня. И пытаетесь здесь свои порядки навести. Не слышите меня, пожалуйста, Николай. Почему от вашей дудки должны страдать другие люди? А почему бы и нет? Почему бы и нет? Это мой единственный ребенок. Ты приехала, Юрьевна, сюда, в деревню, к нам. Я от себя сделал все необходимое для того, чтобы обезопасить людей. А она ничего не сделала. Ну, вот для примера, вот я даже специально смотрел. Вот это вот мой забор, да, то есть двухметровый забор, глухой, через который пчелы не перелетают. Вот, вот это уже с выхода, если его видеть. У них вообще-то крылья есть. А вот ее забор, что она сделала для того, чтобы ее дом был защищен от пчел. А не про желание в космос может полететь. Ну, вы считаете, что забор – это действительно препятствие для пчелы, если ей куда-то надо? Я считаю, что вот, ну, есть определенный стандарт. Вот как от самолетов ставить заборы. Вообще, заниматься пчелами, я изучал все эти вещи. И я знаю, что 4 метра от забора у меня должно быть. Ледки у моей хули направлены к моему дому. Вот, потом… Я понял, что про двухметровые пчелы вылетают, они… Проверите, Ирина Юрьевна, успокойтесь, пожалуйста. Кроме этого, я еще хочу сказать… У нее участок сам провоцирует моих пчел, у нее яблони растут там. Они, конечно, летом цветут, пчелы летят за медом. Да даже убрать моих пчел, если даже вот я буду под ютку танцевать, пускай, хорошо. Ну, блин, кто… А она застрахована от того, чтобы другие пчелы к ней прилетели. Даже всех пачечников убери. Дикие пчелы. Да вы знаете расстояние, это Ирина Юрьевна, на которое пчелы летают? Пчелы десятки километров могут… Не, ну, ближайшие – это его. Соседние деревни могут… Соседние деревни так же, да. А у вас на участке находятся яблони. Естественно, это естественная приманка для пчел. Может, вам яблони убрать с участка? Вы рубите деревья у себя. Сделай, как он близкого лорда у себя лужайку там. И не будет у тебя пчел никаких. Я от вашего предложения, я в таком шоке. А вы знаете, что я не буду их рубить. Ваши уголки. А что тебе еще сделать, Людин? А может быть, я из-за этих деревьев сюда переехала. А может быть, мы переехали с очень загрязненного города. Что у нас аллергия на всякие выхлопные газы. А вот у тебя аллергия на мой дом будет. На мой забор будет. Что мне, стасить что-нибудь все это? Бульнозер, грейдер на все это сравнивать. Ой, ну детский сад. Из-за этих аллергий. Ты приехал, ты хоть знаешь, что это деревня. Здесь многое, что может другое отличаться от того, что в городе. Вот не знала. Ну, теперь видишь, что оказывается получается. Нет, что ты мне предлагаешь, Николай? Вот что ты мне предлагаешь? Он говорит, чтобы яблони убрать с вашего участка, чтобы у вас не летали. Почему я должна отсюда переезжать, убирать с моего черта? А почему Николай Ильич должен убрать своих пчел? Ну, потому что у меня ребенок. А вы для своего ребенка что-то хотите сделать? Конечно. Что? Ну, вот поймите меня правильно. Что вы хотите? Вы даже забор не можете себе глухой поставить. Вы понимаете, у меня... Вы не хотите яблони убрать? У меня нет средств. Вы все сделали для того, чтобы к вам пчелы на участок прилетали. Говоря о том, что вы заботитесь о своем ребенке. У меня нет средств на данный момент ставить высокий забор. У меня до сих пор даже не благоустроен дом. Понимаете? Все мои средства, все мои сбережения ушли на покупку дома. А вы знаете, что вообще от пчел существуют ультразвуковые отпугиватели? Нет. Первый раз от вас слышу. А вас что, в интернете заблокировали, что ли? Нельзя залезть в поисковик и набрать, что отпугивает пчел? Я свободный художник. Есть. Я работаю дома. Надо было туда залезть и почитать, что есть отпугиватели. Я его использую исключительно по работе. Что пчелы боятся, не нравится им запах мяты, полыни, гвоздики. Нафталиновые таблетки очень хорошо от этого помогают. Я такие подробности до сегодня не знала. А надо было бы узнать. Раз у вас у ребенка серьезные аллергии на пчел, надо было первое, что сделать, это залезть и посмотреть информацию. Ну проще, наверное, гаулю убрать. Нет, проще в интернет залезть. Дмитрий, вы меня извините. Она, блядь, все проверки для меня направила. Если в виде бестанцев. Вам сейчас, вы хотите сейчас пойти в суд, обязательно одного, хорошо, суд обяжет. У них там еще четыре пасечника в деревне. Я выиграю. Вы переругаетесь со всей деревней. Нет, ну поскольку хотели уже. Вы лет пять будете с ними судиться. Вы налаживаете контакты. Вы меня сейчас услышали? Вы слышите меня? Вы понимаете, что есть другие способы? Вы хоть один из них попробовали? Ну хорошо, я бы хотела продать дом. Но вы понимаете, это не быстрое дело. Пока его выстроишь на продажу, пока найдутся покупатели, пока мы где-то будем жить. У нас это единственное жилье. Нам больше негде жить. Я не говорю о том, что продавать дом. Я говорю о том, что вам нужно собрать информацию по этому вопросу. Вот я вам сейчас сказал. Вы можете повесить себе горшочки красивой с геранью. Вы можете, можно, допустим, если мята, полынь, это можно эфирные масла использовать для этого. Да, есть такое. И поставьте забор, например, на этот забор можно нарастить вот такие вот на столбике еще дополнительные какие-нибудь деревяшечки. Натянуть там такую тонкую сеточку, на которую можно эти масла наносить. Попробуйте. Нет, у меня есть вариант, который у вас ребенок. Какой у тебя вариант? Ну, озвучь. Сейчас у вас благоустройство. Можно обнести забор очень мелкой сеткой. Хотите, если я по-соседски просто могу пойти на встречу. Вы купите эту сетку, и я вам поставлю ее буквально за незначительные деньги. Обычно не меньше 50 тысяч просят. Я вам за пятнашку поставлю без проблем. Мне нет таких денег, вы понимаете? У меня уже защита у вас. Нету. Ну, что я вам сделаю? Деньги я вам, что ли, буду должен давать? Уберите свои чертовы, Ули. Ну, неужели это сложно так сделать? Ну, понятно, хорошо, ага. Ну, неужели у вас своих детей нет? Сегодня мои Ули, завтра Ули мои соседи, послезавтра Ули в других деревень, а послезавтра кто? Господь Бог будет отвечать за детей. Вы, Ирина Юрьевна, а вы хотите как-то вообще поучаствовать в решении этой проблемы? Ну, вы знаете, я на данный момент вообще вижу единственное решение проблем, чтобы он убрал эти два несчастных Ули. Не, я предложил вариант. Дальше вы здесь окажетесь с другим соседом, у которого пчелы. Его тоже будем заставлять убирать. Война план покажет, как говорится. У вас их четыре соседа. Вы переругаетесь со всей деревней. Но они живут на других улицах. Пчелы летают на десятки километров. Вы понимаете, что это природа, натуральная природа, это естественно наличие пчел на участке? Далее в программе. Все справедливо. Любящий внук так и поступит, а у тебя сердца нет, как у твоей мымры. Смогут ли родные братья договориться о разделе наследства бабушки? И зачем один из них запустил прах покойницы на орбиту планеты Земля? Хорошо, Ирина, вот я могу от себя это сделать. Ну хорошо, Николай, ладно. Я послушаю вас, попробуем так сделать. Ну я понимаю, ребенок, я сам понимаю, я переживаю эти вещи. Сетку готовы поставить за свой счет? Да, да. А вы купите себе ультразвуковые отпугиватели пчел. Сейчас в этом проблемы никакой нет. В интернете надо нажать только на одну кнопку, на следующий день вам его привезут. И вообще поинтересуйтесь информацией в интернете, что отпугивает пчел. У вас жизнь и здоровье ребенка на кону. Вы тоже должны как-то в этом поучаствовать. Я услышала вас, Николай. Потому что проблема, если уберет Николай Ильич своих пчел, ваша не решится. Ее надо решать по-другому. Поинтересуйтесь способами отпугивания. Понятно? Да, да, да. Я вас услышала. То есть стороны договариваются, что за свой счет ставите сетку на забор. Без проблем, да. Все понятно. Пожалуйста, забирайте документы. Я очень рад, что вы договорились. Спасибо большое за участие. Всего доброго. Стороны договорились. Первое время, конечно, можно потерпеть. Но я надеюсь, что со временем я его уломаю, чтобы он просто убрал эти домики. Они ему ни к чему. Так же, как и нам. Ну, я рад, что хоть какой-то просвет появился, что она хоть на что-то согласилась. И я думаю, ну, все-таки со временем она войдет в этот быт нашей деревни. И все будет хорошо с ней. Оказывается, можно развестись. Я думаю, не стоит нам обращаться в суд. Да, безусловно. Что ж вы в суде будете, это белье полоскачет. Поделить имущество. Да какие 50 тысяч рублей? Я требую миллион. И остаться друзьями на всю жизнь. Дорогая моя, пожалуйста, не вычеркивай меня из своей жизни. Учитесь договариваться. Мы не согласны. Мы не согласны. Это выгодно. Зачем вам суд? Мировое соглашение. Каждый будний день. На нашем телеканале. Иван Салатов убежден, что имеет право на долю в наследстве. Поскольку он единственный, кто исполнил последнюю волю умершей. Семен и Надежда Салатовы не собираются делиться имуществом. И считают поступок родственника неадекватным. Пожалуйста, Иван, вам слово. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Я пригласил сюда своего брата, чтобы урегулировать небольшой конфликт в плане наследства. У нас есть бабушка Тамара Витальевна Салатова. Она погибла у нас 5 месяцев назад. Умерла. Умерла 5 месяцев назад и оставила завещание. Через месяц мы должны вступать в наследство. Нам должно достаться вместе с моим братом Семеном наследство, которое входит в загородный дом 90 квадратных метров и участок 8 соток. Также автомобиль. Но дело в том, что после ее смерти возник небольшой неприятный нюанс. Ее знакомый Бязев Филипп Егорович показывает нам завещание. Мне и Семену, где говорится, что вот это завещание у меня есть, копия, также у моего брата она тоже имеется. Здесь говорится то, что большая часть имущества, наследство, то есть даже все, наследство должно достаться Семену, потому что он за ней ухаживал, он ее холил, леял, помогал ей. В завещании есть небольшой нюанс. Тут написано, после моей смерти ее тело в гробу должно быть отправлено на космическую орбиту и похоронено там вместе с ее возлюбленным. Оно должно кружиться по земной орбите. И это главное условие в этом завещании, которое они должны... По орбите? Да, да, в земной орбите, в космосе. Гроб с телом бабушки? Да, дело в том, что за два года до своей смерти бабушка стала всем рассказывать, что у нее был муж, который был космонавтом. Он летал в космос, был на космической станции и, к сожалению, из-за каких-то неприятных ситуаций в космосе он погиб и сейчас как раз-таки там находится и летает. Поэтому главное, да, желание бабуне оказаться вместе с ней. И я это сделал, в отличие от моего брата Семена, который палец о палец ударить не может без своей жены Нади. А что вы сделали? Я отправил бабушку в космос. Вороздить простору Вселенной? Все верно. Это каким образом? Я купил шар-зонд за 50 тысяч в специальном магазине для космических исследований. Вот он выглядит таким образом. Шар-зонд, он может выдержать 40 килограмм. 50 тысяч он стоил. Я потратил эти деньги, чтобы исполнить завещание бабули. Прах бабушки я поместил одну часть в сам сосуд, а другую засыпал вверх этого шара. И отправил ее в стратосферное путешествие. И вот смотрите видео. Также я установил на шар-зонд камеру. Это бабушка, да, полиция? Да, да, да. Сейчас вот это как раз-таки то, что видела наша бабуля, когда летела в космос. Именно это она видела, конечно, если она это понимает. Видео подлинное, как и фотографии, любые проверки. Я готов к суду, я готов к тому, чтобы выиграть это дело. В общем, суть в том, что мне просто нужна машина. Мне просто нужна машина. Семен, мне машина, вам дом с участком. И разойдемся миром. Придумал. Просто у бабушки поехала крыша. Ну как? Вот. И он ей, получается, фантазировал. Ну, по крайней мере, Тамара Витальна была очень оригинальна. Я так понимаю, человек, раз такое написал завещание. Да? Ну так вот, смотрите. Я выполнил завещание. Вы считаете это не оригинально? Вы считаете это нормально? Что она так завещала отправить ее на... Это не нормальная выдумка. У бабушки были проблемы с головой. А то, что она спасла, получается... Она говорила, что что угодно будет. Ага, у нее проблемы с головой. А кто вам выдал это завещание-то? Да, видимо, кто-то неуравновешенный, раз у бабули были проблемы с головой. Вот здесь Бязев, Филипп, Егор. Это все законное, да. Семен, помолчи, пожалуйста, я расскажу. Все помолчи. Ну, давай расскажи по-нормальному. Это Бязев друг нашей бабушки. Меня простите, у вас завещание, даже слово завещание написано через ять. Ну, вот интересно. Ну, это все вопросы надо задавать. До революции составлялось, что ли? Юриста, понимаете, я же не юрист, я тут не знаю. Мне дали, и вот, получается, вот завещание. Странное какое-то. У вас такое же, да? Ну, оно у всех одинаковое завещание. В любом случае, это друг бабули, нотариусом он является в нотариальной конторе. Он сейчас на пенсии, и именно это завещание они мне и предоставили в качестве доказательства, что все наследство должно перейти... Сейчас, секунду. Александр, можно, на секундочку? Ну, так что, Семен? Как ты себя ощущаешь после такого? Завещание, оно законное? Оно законное. Саша, по реестру, пожалуйста, мне сам документ и... Ну что, Надя, взяла ты своего муженька, да, яйца крепко? Что он и слова не может сказать? В смысле слова не может сказать? Подождите, подождите. Ты нормально даже объяснить можешь. Разрешите, я нормально вам объясню. Значит, я правильно ли я понимаю, по условиям завещания имущество отходит Семену. Все. И исполнить волю бабушки. На ней не смогли. Значит, да, орбиту Земли тоже должен исполнить Семен. Можно я расскажу? Да, давайте. Смотрите, получается, это завещание законное, потому что бабушка его написала. Почему законно? Вы же говорите, у вас у бабушки не все в порядке с головой. У нее не все в порядке с головой, но иногда, получается, были проблески у бабушки ума. Вот это был проблеск. Что я хочу пояснить по этому заявлению, да? То, что в космосе, получается, там дедушка бороздил, и то, что она хотела, чтобы она была там похоронена в космосе, это все бред, ну, сами понимаете. А вот в части, то, что мне бабушка, получается, оставила гараж, дом, землю и, получается, машину, это, получается, и обоснованно, это ее законная воля. Как удобно ты устроился. То есть вы считаете, что вот первая часть завещания про имущество, это проблеск был у бабушки, а вот про орбиту, это уже опять у нее... Помутнение. Помутнение. Рядом с дедушкой, у нас дедушка был, Костя, да? Так, прекратили, вы не мешаете слушать Семена. Но так как там места, получается, не было, ну, мы решили, что взять его кремировать. Вот, я потратил свои личные деньги, мы дедушку, получается, дедушка у нас лежал, мы хотели, чтобы бабушка рядышком с ним была. Мы его кремировали, я был занят, Наденька тоже была занята, на работе была. Я покрасил своего брата раздолбая. Ну, кто раздолбает-то? Сходи, пожалуйста, возьми эту урну с прахом и с крематорией и принеси домой. По-хорошему надо было так сделать. А он как сделал, поехал, забрал урну с прахом и отправил на стартовскую сферу. Ну, это нормально. И что самое интересное, деньги, деньги, да, я лично не потратил, а он-то не свои деньги потратил. Он, бабушка с нами жила, в столе, получается, был ящик. Она там... Замолчи, она получает свои деньги, сбережения от пенсии. Она откладывала и сюда вот складывала. Он пришел. Да, ты что! Да, забрал это деньги, 50 тысяч. И на эти 50 тысяч он, получается, купил шар-зонт. А, это на бабушке? Семен, так это... Ну, так все правильно. И что самое интересное, он, получается, проник в наш дом. Мы могли по-хорошему привлечь ему его к уголовной ответственности за кражу. А бабушка у нас не общая, да, что я проник в дом. Ну, как я буду его привлекать, когда он родной мой брат? 50 тысяч я взял для того, чтобы исполнить завещание бабушки. Все справедливо. Любящий внук так и поступит, а у тебя сердца нет, как у твоей мымры. Слышь, мымры? Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, что? Саша? Собака! Сюда! Ну что? Все? Давай, давай, Джон! Давай, ты что? На тебе! Смысл пусти! Уйди отсюда! Выродок! Еще выродок, ага! Выродок! Ты мелкий щенок! Молодая щенок! Хвататься ты не умеешь! Дерешься как баба! Успокойся, успокойся! Если бы не жила... Сядьте на место. Ха! Если бы не жила, ты бы и встать со стула не смог! Ага, не смог! Замолчи! Без руки и без ноги! Рот закрой, если вы еще хочешь? Ну, все! Да кажется, тебе мало! Выяснили отношения? Успокоились? Да я всегда успокоился. Воды попейте! Идиот! Ну уж не знаю, какие тут отношения. Надежда, вы вместе проживали с бабушкой, да? Я так понимаю, в этом доме. Да. Вы за ней ухаживали последние годы ее жизни. Сколько вы с ней проживали? В течение 8 лет мы жили с бабушкой. Все заботы, расходы, уход за бабушкой были на нас, Наденька. Были на вас? Да. А Иван, где проживался эти 8 лет? С бабушкой ты видел? Я проживал в квартире. В какой? В самой обычной квартире от дедули. От дедули? Да, дедушка мне завещал ее и подарил мне квартиру. Так будет, вернее. Подарил вам квартиру. Да, дедушка Костя оканулся. Но в любом случае... Через 10 лет назад подарил любимому внуку Ванечке квартиру. Ну и что здесь такого? Ну я же должен где-то жить. Он ее скрывал от бабушки. Понимаете? Он ее скрывал от бабушки. Квартиру? Да, он эту квартиру скрывал от бабушки. Просто получилось так. И он ее еще купил в 1983 году. И 30 лет скрывал ее от бабушки, это наследство. И водил туда бабу. Право настоящего мужчины. Поэтому, когда он признался... То есть дедушка подарил квартиру и варку? Да. Это никак не относится к делу. Квартира у меня есть. А из-за этих нахлебников бабуля моя искончалась раньше времени. Спасибо. Что ты еще хочешь? Ты квартира обеспечен. Понятно? И что? Так, друзья мои, успокойтесь. Слушай, если ты будешь нам угрожать судом... Надежда. Успокойтесь. Как я и подозревал, что ни нотариуса такого нет в реестре Филиппа Егоровича Бязева, ни завещания в реестре зарегистрированных документов нет. Ну я уж не знаю, это шутка вашей бабушки или Филиппа Егоровича. Какая шутка? Мы 8 лет за ней ухаживали, а теперь она теперь что, будет шутить, что ли? А если завещание семью, дорогой мой? Ну завещания его нет. Оно не действительно. Ну тогда я у вас заберу весь этот дом и участок. Он достанется моим и так. Все, все. Даже не вдумай. Успокойтесь. Успокойтесь. Значит, поскольку все с завещанием забыли все эти условия, мало того, что они невыполнимы, это ладно. В общем, не действительно завещание, я уж не знаю, чей это шутка бабушкина или ваша и ее друга. У вас имеет, значит, место наследование по законам. Да? Вы два законных наследника. Ну да, в принципе. Действительно, все имущество будет делиться пополам. О! Но. Дома и участок справедливо, что вы проживали с бабушкой, ухаживали за ней, справедливо, что они останутся, естественно, у вас. Зачем? Тем более, что Иван получил от дедушки квартиру. Тоже как бы надо учитывать. И еще 50 тысяч из ящичков взял, чтобы бабушку отправить в Царствие Небесное, в стратосферу. Да. Мне кажется, вариант, предложенный Иваном, что ему только машина нужна, ну, правильный и логичный здесь. Иначе вам придется действительно... Во-первых, конечно, надо пойти к нотариусу, к действительному, и завести наследственное дело. Или вы наследует все по закону, или сейчас соглашаетесь на вариант Ивана. Ему нужен только автомобиль. Только машина. По справедливости? Ну, забирай эту гнилую машину. У вас дом и участок. Иначе половину придется всего отдать. Ну, наверное, да. Отдаете машину? На таких условиях наследства согласны поделить? Ты пособирай эту гнилую машину. Да. Пусть забирает. Согласны? Ну да. Согласны. Идете к нотариусу, заводите наследственное дело, там заключается соглашение о разделе наследственного имущества именно в таком порядке. Понятно? Да, понятно. Понятно. Она, получается, все, машина, она все остальное. Вам все остальное. Иван согласен? Хорошо. Иван согласен. Все, я очень рад, что вы договорились. Удачи, всего доброго. До свидания. Спасибо большое. Спасибо. Стороны договорились. Ну, в принципе, я рад, как все решилось. Я всем доволен. У меня будет машина. Ну и самое главное, я исполнил волю своей бабушки. Теперь она на небесах. Черт с этой машиной. Самое главное, дома с Наденькой нам достался. Угу. Ну, конечно, Ванька придурок. Бабушку отправил на орбиту. Даже не дал нам нормально с ней попрощаться, нормальную похоронить не дал. Ну, и шут с ним. Здесь Дмитрий Агрис без мантии. Ну, и что делать будем? Бесплатная юридическая консультация. Обиды, измены – это отдельно. Уголовное судопроизводство – отдельно. И шокирующее откровение сторон. Ну, мы выпили, хоба, не успели оглянуться, и мы в койке. Ничего не было такого, ему приснилось. Полезно и захватывающе. Мало? Миллион? Полтора миллиона! Полтора миллиона! Только заткнись! Это мировое соглашение. То, что прозвучало за этим столом, останется за этим столом. На нашем телеканале.